Главная цель существования времен жизни – это предотвращение использования недействительных ссылок. В данном примере, когда внутренняя область видимости закончилась, мы хотим напечатать содержимое переменной R во внешней области видимости. Мы получим ошибку. Переменная X выходит из области видимости, когда мы закрываем фигурную скобку в строке 7, и память освобождается. Иллюстрация все того же примера с графическим изображением области действия имеющейся переменных. Другой пример, в котором нет проблем с недействительными ссылками. Анотация времени жизни не меняет продолжительность жизни ссылок, а определяет отношение множества ссылок между собой. Имена параметров времени жизни обязаны начинаться с апострофа. Они обычно короткие и пишутся в нижнем регистре. Напишем функцию, которая возвращает наибольшую по длине строку. Мы хотим, чтобы она принимала в качестве параметров срезы строк, которые являются ссылками. Обобщенные параметры времени жизни объявляются в треугольных скобках. Ссылки в параметрах и возвращаемом значении имеют одинаковое время жизни A, добавленное к каждой ссылке. Когда ссылки передаются в функцию, их конкретные времена жизни, которые заменяются на A, это часть область видимости X, перекрывающаяся с областью видимости Y. Области видимости всегда вкладываются друг в друга. Обобщенное время жизни A будет равно наименьшему из времен жизни переменных X и Y. Пример использования функции Longest со ссылками на значения типа String, которые имеют разное время жизни. Пример использования переменной Result после выхода String 2 за пределы области видимости. Result будет содержать ссылку на String 1, поскольку она еще не вышла из области видимости и будет действительно для PrintLN. Но время жизни возвращаемость ссылки такое же, как наименьшее время жизни, передаваемых в функцию ссылок. Поэтому компилятор отклонит код, как содержащий недействительную ссылку. Если мы изменим функцию Longest, чтобы она всегда возвращала свой первый аргумент, то указывать время жизни для параметра Y нет необходимости. Параметр времени жизни для возвращаемого типа должен соответствовать параметру времени жизни одного из аргументов. Если возвращаемая ссылка не ссылается на один из аргументов, то она ссылается на значение, созданное внутри функции. В этом случае мы получим недействительную ссылку, поскольку значение, на которое она ссылается, выйдет из области видимости в конце функции. Структуры могут содержать ссылочные типы данных, но при этом необходимо добавить аннотацию времени жизни для каждой ссылки в определение структуры. Функция Main создает экземпляр структуры ImportantExcept, который содержит ссылку на первое предложение строки Novel. Правила неявного выведения времени жизни существуют для компилятора, а не для программиста. Но знание этих правил позволит не описывать времена жизни ссылок там, где это делать не обязательно. Времена жизни, определенные для параметров функции или метода, называются входными временами жизни. А времена жизни возвращаемых значений – выходными временами жизни. Первое правило применяется к выходным временам жизни. Следующее два – к выходным. Если компилятор применил все три правила и в результате все еще не может определить времена жизни ссылок, он остановит работу с ошибкой. Время жизни статик описывает полную продолжительность работы программы. Все строковые литералы имеют этот тип времени жизни. Содержание этой строки сохраняется внутри бинарного файла вашей программы и всегда доступно для использования. Сообщения компилятора могут предлагать использовать статик. Но прежде подумайте, должна ли данная ссылка всегда быть доступна во время работы программы. Большая часть проблем в коде с созданием недействительных ссылок или несовпадением времен жизни может быть решена без указания статического времени жизни. Это функция Longest, возвращающая наибольшую из двух строк, но с дополнительным аргументом An. Он имеет обобщенный тип, реализующий типаж дисплей. Содержание данной переменной будет напечатано перед сравнением длин строковых срезов. Переменные времена жизни – это разновидность обобщенного типа данных, поэтому они объявляются рядом с декларацией обобщенного типа в треугольных скобках после названия функции. На этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Тед. До встречи! Продолжение следует...